Укусы слепни очень неприятны. Сжение и боль могут еще долго беспокоить человека, а также несут угрозу заржения инфекционными заболеваниями. Нападают слепни в основном на солнечных открытых площадках и на берегу водоема, чаще на людей, которые только что вышли из воды или вспотели на жаре. Очень часто этих насекомых путают с оводами, которые хоть и не кусают, но тоже могут доставить немало забот. Репелленты, ловушки для насекомых и тщательный выбор мест для отдыха должны помочь в защите от подобных нежелательных последствий. Какую-то поставить достаточно емкость, достаточно большого диаметра, налить туда воды и покрыть ее слоем каких-то горюче-смалочных материалов из расчета где-то около 100 мл на квадратный метр. Вот эта пленка бензина, керосина, какого-то любого нефтепродукта, она погубит слепни в тот момент, когда он будет пить воду. И так в течение дня такая действующая ловушка может уничтожить тысячи особей. Серьезную угрозу здоровья человека в летний период несут также осы, пчелы и особенно шершни. В случае укуса этих насекомых, кроме болезненных ощущений, могут возникнуть серьезные аллергические реакции, поэтому визит к врачу откладывать не стоит. А если шершни или осы поселились на подворье или крыше дома, то необходимо обратиться за рекомендациями и помощью в МЧС, так как действовать самостоятельно может быть очень опасно. Нужно помнить то, что укус осы, шершни особенно связан с аллергизацией организма. И если только помимо отека и боли вы чувствуете головокружение, неприятные мурашки бегают у вас по рукам, по ногам, значит, сделать здесь более серьезно и можно или самому принять какую-то таблетку, какое-то десенсибилизирующее средство, цитрин, димедрол, что-то, значит, диазолин. Ну, а лучше всего обратиться за помощью к врачу. Если оса, шершень укусила ребенка, если она укусила взрослого аллергика, к врачу обращайтесь немедленно. Стоит помнить, что ос и шершни привлекают одежды темных тонов, запах парфюмерии, лака для волос, а также алкоголя. Так что при подборе наряда для отдыха нужно быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности, чтобы лето приносило только положительные эмоции. Продолжение следует...